Добрый всем день! Сегодня у нас 20 марта 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видео-невник. У нас всё утро опять тревоги. Вчера, кстати, тоже были тревоги после того, как я вам сказала на своём видео, что тревог нет. Появились тревоги. Сегодня тревога-отмена, тревога-отмена, тревога-отмена. Сегодня мне вчера написал зритель, что сегодня всемирный день лягушек, с чем вас и поздравляю. Видите, у меня даже плед на диване, соответствующий в лягушачьем цвете. Я обожаю лягушек. Кто меня внимательно смотрит, тот уже не один раз слышал, что я их просто... Я лягушек с самого детства брала на ручки, потому что мы жили в Харькове. Напротив нашего дома было болото. Болото, оно там и сейчас есть, там, где живут мои родители. В общем, лягушки мне пели с самого рождения колыбельные. И, ну, я их очень люблю. Я всегда так трепетно в детстве брала их на ручки, подержу, поглажу и отпускаю. Ни одна лягушка не превратилась в прекрасного принца. Бородавок тоже я не получила. Это всё миф, так что не верьте. Ну и что сегодня я вам хотела сказать? Хотела сказать о том, что бывают такие моменты, когда просто хочется закрыть канал и попрощаться со всем этим, и просто жить своей прежней жизнью. Простите, меня отвлекли, но я верю в то, что добро победит зло. Оно обязательно победит. Знаете, почему я так думаю? Потому что я это вижу своими глазами. Я вижу в своей жизни, как... Вчера, вот, допустим, ко мне приходило очень много зрителей, подписчиков на барахолку. Спасибо им большое. Они поддерживают меня. Мы поддерживаем друг друга. Я всё время слышу слова поддержки. Им очень нравится видео. Мне это очень приятно. Вот, допустим, вчера приходила зрительница Инна, если вы смотрите видео, привет вам, и принесла мне в подарок вот такого вот мишку. Я вам в конце видео ближе прикреплю фарфоровый мишка. Если помните, мне уже Владимир, зритель, дарил двух мишек. Это из той же серии. В общем, это третий мишка к тем моим двум. Это очень мило, очень приятно и трогательно. И когда она достала этого мишку и сказала, а это просто вам в подарок, то... Во-первых, ты чувствуешь душевную теплоту, которая исходит от людей. Ты чувствуешь сразу то, что всё будет хорошо. В любом случае всё будет хорошо, потому что люди поддерживают друг друга. Люди, несмотря на всё происходящее, сохранили в себе тепло, человеческие качества и доброту. А это самое главное. Ещё вчера приходило много зрителей. Всем сейчас тяжело, но мы держимся. И очень многие вчера сказали, что канал это для них такая отдушина. Они отвлекаются, они верят, что всё будет хорошо. Они год уже, очень многие держатся, каждый день просматривая видео и не пропуская ни одного. Вы даже не представляете, как мне было приятно это услышать. И сразу же понимая, что всё это не зря. Ещё вчера поразил меня тоже один человек, Алексей. Он просмотрев, смотрит, не пропускает ни одного моего видео. И просмотрев недавний мой ролик о том, что пришла весна, и ну я просто шла и рассказывала, шла на барахолку и говорила, что вот сейчас очень многие копатели, где не проходят боевых действий, естественно, где не заминированы поля. Сейчас начался сезон, и они выехали наконец-то на раскопки. И мне так тоже этого хочется, но я не могу никуда поехать, потому что у нас... Вы понимаете, что происходит в области. А в общем, я об этом поговорила и сказала, что так бы хотелось что-то найти. И вот он вчера приходит и говорит, «Вы так хотели что-то найти, не можете поехать. Мне хотелось что-то сделать вам приятное». И вот он приносит. Я даже не знала, как на это реагировать. Я думала, он сначала просто пришёл похвастаться своими находками. Он говорит, нет, это вам. Это две монеты, два полтинника. Я потом ближе всё покажу. Здесь такой сохран. Это не из земли находки. Это домашние такие его были. Я не знаю, честно говоря. Может быть, приобретения, может быть, по наследству достались. В общем, это 50 копеек 1913 года. Зеркальная патина. Посмотрите вообще, какое состояние. Но я потом ближе вам покажу. Состояние просто восхитительное. В земле, конечно, такого не найдёшь. Ещё и с такой патиной. Эти 50 копеек 1922 года тоже в конце ролика. Не пропустите, я покажу всё ближе. Посмотрите вообще на это состояние идеальное. В общем, спасибо большое. Это такой мне компенсация, что я не могу копать. Так, ну, как бы находочки. Вместо находочек я получила подарочки. Ну, в общем. Это же я вчера хотела снять видео после того, как я пришла домой, рассказать вам все свои эмоции. Ну, просто я слишком устала, простите, не было сил, перенесла видео на сегодняшний день. Недавно, когда мне хотелось просто опустить руки и перестать снимать, один мудрый человек сказал мне, что даже если у тебя 10 человек преданных, хороших зрителей на канале, твоих единомышленников, то ты всё равно должна продолжать и стараться хотя бы ради них бороться дальше и снимать свои видео. Это, конечно, вчерашний день просто мне показал, и у меня теперь даже ни малейшего сомнения, просто ни на секунду я не сомневаюсь, что я всё делаю правильно. Я буду дальше снимать видео, добрые, позитивные видео своей жизни о том, что, несмотря ни на что, надо продолжать дальше жить. И я уверена, что обязательно будет видео о том, как наступит мир. Я даже в этом не сомневаюсь. Моральный дух – это самое важное в такое тяжёлое время, и я просто поняла, что я не имею права подвести людей, поэтому всё будет хорошо, кто бы что ни говорил. Так, ещё я сейчас побегу, у меня на сегодня грандиозные планы. Во-первых, нужно что-то купить, покушать, чтобы была с семьей еда. Нужно сейчас пойду попробую что-то купить из продуктов питания, потом мне нужно ещё сегодня разгрести мусор, вынести просто очень-очень много мусора, которые я выношу уже очень долго, в общем, как-нибудь расскажу. У меня там завалы, 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 хлама, которые я просто выбрасываю на мусорку. Ну, идёт весна, нужно что-то делать, как-то бороться с мусором, и, несмотря на войну, всё равно нужно, чтобы всё было чисто и хорошо. Так, в общем, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья, и помните, главное, что кто бы что ни говорил, все войны заканчиваются миром. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok